Иисус проливал святую кровь, Он на кресте умирал за грехи каждого из нас. Вместо каждого из нас Христос пострадал. Вместо Тебя меня дыргает душа, проходящая мимо. Иисус Христос висел на кресте и проливал святую кровь. В третий день Иисус Христос воскрес. У вас крест есть мертвый, он есть живой. И он сегодня призывает всех людей обратиться и покаяться. Покаяться это признать свои грехи. Признать, что я грешный человек. И попросить у Иисуса Христа прощения. Слово Божие говорит, и проповедано быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах. Слово Божие говорит, что человек обретает прощения, когда он возвращается к Иисусу Христу. У Иисуса Христос есть посредник между Богом и человеком. Посредник, который дает прощение, это Христос. Он не может простить священник, батюшка, или кто бы это ни был, но вас может простить Господь Иисус Христос, если вы раскаетесь, если вы покаете свои греха. Покаяние это признать, что я грешный человек. Осознать свои грехи. И попросить у Иисуса Христа прощения. Слово Божие говорит, что всякий человек, кто исповедует свои грехи, то Бог верный, то праведный, Он простит такого человека. Он дарует такому человеку мир и прощение. Но чтобы это прощение человек пережил, ему нужно попросить у Бога. Попросить прощения, попросить, чтобы Господь наполнил разум Собою, наполнил внутренность, дал внутренний покой. Иисус однажды, когда проповедовал, Он говорил такие слова. Евангелие от Матфея, 11 главе, 28 стихом и ниже написано. Господь говорит, придите ко мне, все труждающие примененные. И я успокою вас. И найдете покой душам вашим. Но чтобы обрести этот покой, обрести это прощение, человеку необходимо прийти к Иисусу Христу. Так можно аж покаяться. Некоторые люди думают, что там, в загробном мире, в котором ожидает человека, это ад и рай, это царство Божие и вечное проклятие в аду. Некоторые думают, что там будет весело в аду, что там будет дискотека. Но я хочу вас разочаровать, там не будет ни дискотека. Там будет вечное страдание, если человек не раскается. И в аду, и в раю только будут добровольцы. Бог сегодня призывает добровольцев прийти к Иисусу Христу и покаяться. А дальше в ад идут только добровольцы. Человек, когда представлены...